Большая и маленькая пантера Кто пишет, то есть маленькая тоже может меня сожрать? Конечно, а ты что думал? Да, вообще, в лёгкую Куси-куси, он от меня только ушла, маленькая пантера Маленькое зло Всё, что из семейства кошачьих, это всё хищники И всё оно может тебя сожрать Ну, если захочет Кто-нибудь Вот оно, вот оно Пытается меня периодически сожраться Вы её видите частично Чисто брови видите Вот тебя обязательно полюбят Даже если ты колючка Кто пишет, я так понимаю, единственный шанс Это завести кота Уж не знаю, единственный или не единственный Но тут стопроцентный Кошка по кличке Нарния Вот так я представляю себе Рабочую сторону у девушек Почему у девушек у всех есть рабочая сторона? Бред Это типа та, с которой Фотка лучше получается Нет, это просто профессиональный Ну, понятна терминология Ну, киса очень красивая Капец, конечно, расцветка Прям вообще не стандарт такой Да, это, скорее всего Проявление того, что она химера Но это не точно А химера в обычном? Химеры, может быть, половина тела Может быть, некоторые части тела С другим строением ДНК Я думал, химера это чисто такое, знаешь, фэнтезийное Научное Несуществующее в нашем мире Ну, это так же, как скинуть саламандрами Или гарпиями Есть явление или животное Которое так называется Но в мифологии Это что-то совершенно другое Ну, по сути, химера Это же тоже составное Из нескольких геномов Существо Ну, и так я понимаю С того, что ты сказала Это получается Химеризм Как бы Ну, примерно так и есть А почему Нарния? А потому что она наполовину в шкафу пыль протирала Милая котейка Логику котов не понять Сам спи в этой дырке Щегол кожаный А Нарюша у нас, скорее всего, спала бы Она любит такие Она бы ещё и разодрала бы её изнутри Когда подарок от котика Не самый лучший Но зато от всей души Это для вас не лучший А котик его от сердца оторвал Чипируем кошку. Ветеринар проверяет чип сканером, водит его кошке под лопатку, сканирует чип уже в кошке, сканер делает пик. Ветеринар, пакет надо? А, то есть кошек правда чипирует? Ну, давайте. В смысле, чип для того, чтобы их найти, если они потеряются. Я понял. Привет, одна тут отдыхаешь. Ты подошёл ко мне, но сделал это без уважения. Ты не принёс вискос и не поцеловал мою лапу. Ты даже не называешь меня королевой. Вместо этого ты приходишь ко мне в дом в период моего сна и спрашиваешь, отдыхаю ли я? Заказчик доволен? Заказчик ещё не проснулся. Вы продаёте долларов? Нет, просто показываю. Крусивое. Кот из Австралии целый год регулярно ходил в больницу и теперь ему не уйти, ведь пушистое создание наняли охранником. Кто пишет, даже у кота есть работа. Мой кот полтора месяца. Я нашёл здоровенный кусок сырого мяса на кухне. Сожрал его полностью и догнался свекольными очистками из помойного ведра. Мой кот три года. Человек, кусочек колбасы слишком толсто нарезан. Не могу проживать. На дне океана. Ну, типа проживать на дне океана. И да, друзья, всем привет. С вами, как всегда, я, Алексей Сова. И сегодня мы с вами, как обычно, немного подуркуем и посмотрим мемасики с котиками. Поехали. Ты себя кем считаешь, совой или жаворонком? Я, скорее всего, медведь. Это как? Когда я сплю, лучше меня не будить. А то мало не покажется. Милый, кажется, я готова ко второму ребёнку. Подожди, подожди, но у нас и первого нет. Ты вчера в детском мире хотел купить вертолётик на пульте управления. Я не буду делиться с ним своими игрушками. То есть он не догоняет, что первый ребёнок это он, да? Догоняет, наверное. Я тоже не стал бы делиться своими игрушками. Чё это? Это мои игрушки! Однажды злая фея заколдовала меня, и теперь я каждый день вынужден валяться на диванчике. Моя любовь поможет снять проклятие. Это лишнее. Красавчик, не желаю взять телефончик у милой и симпатичной дамы. Совсем не желаю, а теперь отойди и не трой меня. Да кто тебя учил так с девушками общаться? Жена? Человека? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отвлекись от всех своих дел и обрати на меня внимание. Ты сидишь часами за монитором и что-то там смотришь, а котик у тебя весь не чёсанный, не глаженный, не целованный лежит. И вообще лучше в шкафу сидеть, чем за компуктером. Девушки, у меня не было парня уже три месяца. Это просто невыносимо, я так больше не могу. Парни, меня никто не обнимал уже шесть лет. Ха-ха-ха-ха! Котики, цветы жизни! Не, а не какие-то там дети. Гладиолус надо гладить. Гладиолус надо гладить. Кот надел чулки и лежит. Распространите. Мир был бы добрее, если бы у каждого на плече сидела вот это. Где такая пусяка? Милашная кица. Когда забыла смыть косметику перед сном. Ха-ха-ха! А я думал, он просто Бэтмен. Ну, Бэтмен же глаза обмазывает вокруг. И просто костюм снял, а смыть... Когда менял картриджи и чихнул. Ха-ха-ха! Не, а там всё лицо должно быть. А, респиратор. Остальное всё респиратор защищает. Ну, тогда да, в принципе. Это реально у него такой окрас? Или его накрасили? Бедолаженька. Помнишь, как у тебя это, контур на глазах получился? Если реально такой окрас, вообще прикольно. И где тут птичка? У тебя бывает когда-нибудь ощущение, что тебя всё бесит? Харизматично. А у тебя когда-то бывает другое ощущение? Биологи объяснили любовь кошек к коробкам. Оказалось, что питомцы, забираясь в ящики, таким образом пытаются бороться со стрессом. Бесите. Дел куча. Ну, если тронет хоть одно, вся эта куча рухнет и завалит с головой. Лежу, не трогаю. Котик дал корни. Пора пересаживать. Нет, просто это жидкость, и она вытекает. Возьми горшочек, который без дырок. Выращивание котов рассадным способом показало. Рыжики всходят быстрее. Беру свои слова обратно. Ты решил извиниться? Нет, я новые придумал. Ты чё, мышь? Мама разговаривает с дочкой. Какая же ты всё-таки вредная. Все претензии к производителям. Она ещё и шутит, посмотрите на неё. Мне в голову приходит только одно слово. Колобочка. Скажи, в тебе есть, ну, хоть что-то хорошее? Аппетит у меня хороший. Оно и видно, вместе с пакетами ешь. Когда-то брали мышку, с которой он носился, как конь в четыре утра. Не подходи ко мне, я обиделся. Хватит читать, пора меня гладить. Скорее кормить. Мадам, что я могу сделать для вас? Лицо попроще сделайте. Да нормально у меня лицо. Папа, давай съездим в Крецю, пирамиды посмотрим, сфинксов. Давай лучше съездим в твою школу, учителю географии в глаза посмотрим. А чё? Шеф, меня завтра не будет, у меня что-то со зрением. Что случилось? Я не вижу себя завтра на работе. А я думала, зарплату не видит у себя на карточке. Договорились погулять в выходной, но он залежался. Вставай. Первый гость за капучино. За катучино. Его только молоко, скорее всего, там интересует. Секретный способ. Мисочка, мисочка есть. Опекание вкусной булочки. Надо было жомбкой к солнцу. Единственный вариант, как можно спокойно готовить в нашем доме. Даааа. Да нет, Козик. Он же будет всё время вырываться. Кто же будет спокойно на руках сидеть, когда ты там еду готовишь. Да, да, это есть, который не будет не постоянно вырываться, а постоянно наоборот запрыгивать и приставать. Да, ты уже объелся, но тебе предложили десерт. Ладно, несите его сюда. Два лучших друга. Милые. Не спрашивай как, но мы нашли твои утренние фото. В удильнике выключайтесь. Никто, абсолютно никто, волосы восьмиклассниц. Бедный котик, ему же теперь это всё вылизывать. Я надеюсь, вы искупали котика. А, он сам что ли там катался на асфальте? Походу. Ну, котик сам виноват. Ну, всё равно, покупайте котика. Чтоб он эту фигню с себя не слизывал. Ааа. Да это, по идее, мел, ничего страшного. Ну, там же красители. Ну, да. Ну, это же для обычных детских мелких. Они, скорее всего, более-менее безопасные. Шухер, слезай скорее, сейчас извиняться будем. Никогда не выкидывайте упаковки из-под яиц. У них есть другое полезное применение. Да, можно на стену вешать вместо акустического поролона. У нашей кошки родились котята. Один из них с человеческой рукой. Нифига, у него мусины и лопищи. Прикольно. У него оттоприн пальчик. Ну, всё, начался апокалипсис. У него есть большой оттопыриный палец. Я беспокоюсь о своём коте каждый раз, когда меня нет дома. Чем занят кот, когда меня нет? Тренер, чтобы живот был плоским, нужно качать пресс. Наташа, да где его скачать-то, блин? Окей, гугл пресс скачать. Бесплатно, без регистрации смс. Ничего личного, просто суеты захотела. Кот говнюшок. Я и любая взрослая ответственность, которую я уже должен сам решить. Я не понимаю, как этого делать. Какая ещё масленица? А когда рыбовница, Наташ? Ну, блинчики тоже вкуснятина. Не только рыбов есть. А что у вас за блинчики? Понимаешь? Вот котик, и вот котик. Блинчики-котики. Походу распечатанные картиночки. Одного и второго. Угу. Бубика. Выглядит, конечно, очень аппетитно. Ну вот блинчики тоже вкуснятина. Не только рыбов есть. А что у вас запланировано на весну? На март блинчики, на апрель куличики. А на май шашлычки. Когда поссорились с котом из-за пустяка. А он развёл драму. Как выбирают квартиры в наше время? Ну, в принципе, жить можно. Сколько вы говорите? Пятидесят тысяч миллионов? Ну, в принципе, нормально. Да, да, у меня ипотека. А, да, у меня две почки. И печень ещё целая, да? Всё наладится. Ты справишься. Да-да, мы рядом. Это временно, Наташ. Держи лапки, поддержки и не грусти. Что должен делать мозг в стрессовой ситуации? Оптимизация гормонов и нейромедиаторов. Повышение концентрации. Что делает мой мозг в стрессовой ситуации? Жесть, дружище, я хз вообще, чё делать? Вот тебе седые волосы, должно помочь. Я обычно, вот тебе тревога. Ты отсрочен решение проблемы на максимальное количество времени. Но и всё это время тревожься. Я. Я никуда не пойду. Я домашний. Я домовёнок. Я хиву дома. Я изучаю английский с первого класса. Вот уже на протяжении пятнадцати лет. Английский. Твоу, ухту, фули. Я. Когда ты не выспался и в течение дня тебя всё бесит, и рядом кто-то начинает громко дышать. Ну давай, испытай моё терпение, сволочь. Я летом спокойно могу проснуться в восемь или девять утра. Я зимой в четырнадцать ноль ноль. Эй, проснулся. Проблема каждого котика. Куда же этот двуногий дел мои кавилики? Ну, знаете, наши преисполнились так, что они не то что знают, что двуногие куда-то девают их кавилики. Они громко стучат по лотку, пока ты не придёшь и не уберёшь их. Да-да. Тут воняет. Я тут это наложил. Давай убирай, пока тёплый. Слышь, ты. Я ещё не понимаю, почему люди оставляют котам вот без сетки и сразу не приучают с сеткой. Это ж писец. Он же всё вот это раскидывает. Это ж такая жесть. Кокулики, какахи. О, привет, а ты кто такой? Такой же котик, но сухопутный. Я спустя пару минут, когда заказал что-то онлайн. Ну где же ты есть? Ага, собранники. Суровый кошачий бизнес. Вообще непонятно, что там у них написано. Котики, я думаю, тоже сами не понимают. Хозяин в доме это тот, кто постоянно в нём живёт. Вы все живёте на работе. Так что хозяин в доме – кот. Теперь котик не скучает в туалете. Да. Брейкин-ньюс там было. Да. Это, я так понимаю, лоток такой. Интересное решение. Так, в гороскопе сказано, что меня ждёт огромная банка тунца во вторник, а вот ночной тыг-дыг советуют отложить на попозже. Иначе это грозит трудностями в личных отношениях и возможным подсрачникам в среду. Есть три типа людей. Боже, зачем мы пьяными влезли в этот долбанный грузовик, нам всем кранты. Я просто плыву по течению, и будь что будет. Командир, урубай сектор газа и мчи эту колымагу, как в последний раз. Топ-1 самых страшных трюков руфера. Бля. Вот задница глупая, пипец. Да писец. Ещё это и фотка. Надо без резких движений конфисковать оттуда котика. О, да. Я бы никогда его не выпускал после этого оттуда. Там прям, прям высоко. Ну, как бы да. Блин, мне страшно стало. Страшно, котик. Слезай, я боюсь высоты. Спасибо за просмотр. И до скорых встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok